Всем привет! Меня зовут Леся и это канал о вязании. Сегодня я вам покажу, как я вязала вот такой джемпер. Я вязала его из пляжа Би-Би-Бизара. Если вам интересно узнать о том, как я его вязала, то оставайтесь со мной. Вот я связала резинку, росток и еще несколько рядочков. Резинку я вязала спицами номер 3, это обычная резинка 1х1. Гладь я вязала спицами номер 4 и продолжаю вязать. Всего я набрала изначально 100 петель, равномерно их распределила. У меня получилось, если грубо, 34-34 и на рукава по 16 петель. Но потом, когда я уже начала делать схему для ростка, а прибавления у меня были здесь по одному на рукавах и два вот здесь, то есть получается с каждой стороны по два, всего четыре, то чтобы скомпенсировать вот эти прибавления, мне необходимо было здесь вычесть две петли и здесь добавить две петли. То есть у меня получилось в итоге 32-34, 16 и 16. Поскольку, когда я вывязывала росток поворотными льдами, я единожды, проходя здесь, делала прибавки с одной только стороны, здесь не делала. Поэтому, чтобы уравновести картину, мне пришлось прибавить. Итак, какие же я делала прибавки? Ну, на рукавах ровно посерединке, то есть здесь 16 петель, 8 и 8. И здесь прибавление составило вначале 4 петли и потом еще 8 петель. Росток получился небольшой, но достаточный для этой модели. Здесь вот так выглядит ворот совсем маленький, но на самом деле не такой уж он и маленький. И когда я надеваю, примерно вот как-то так получается. Я до сих пор еще не знаю, какой у меня будет дальше рисунок. Наверняка вы в выступлении к этому видео уже видели готовые изделия, а я до сих пор придумываю, что же мне такое связать. Просто гладь мне интересна. Я знаю только на данный момент, что хочу сделать что-то удлиненное, если хватит пряжи, потому что я не уверена, какой расход у этой пряжи будет окончательный. Точно знаю, что по бокам хотела сделать небольшие разрезы. Само полотно как-то мне скучновато оставлять гладью, но косу мне не хочется делать. Поэтому, может быть, это будет какая-то комбинация лицевых и изнаночных петель. Возможно, что-нибудь полосатое. Ладно, приступлю вязать дальше. И встретимся мы с вами, наверное, позднее, когда я приступлю к пройме или, может быть, даже еще позднее. Как вы видите, довязала я до подмышек. С одной стороны уже сняла на контрастную нить петли рукава. И здесь добавила 4 петли. Сейчас буду делать то же самое с этой стороны. Покажу вам, как я это делаю. Как вы видите, в итоге у меня здесь все провязано лицевой гладью. Перевязывала я много раз этот промежуток. Хотела сделать разный узор. Хотела сделать такие диагональные полосы. Но очень некрасиво ложится пляжа. При том, что я в первый раз провязала этот рисунок на тех же спицах, что и гладь. То есть, получается, на спицах номер 4. Потом я подумала, ладно, раз уж этот рисунок похож на резинку, пусть и диагональную, возьму я спицы на размер поменьше. Провязала я спицами номер 3. И все равно получается очень некрасиво. Возможно, конечно, дело в моей ловкости, в моих руках. Но что же делать, других рук у меня нет. Поэтому решила я все-таки вязать гладью. Что-то мне подсказывает, что эта пляжа сама по себе как-то не очень приятно ложится. Как я уже говорила, она сильно отличается на ощупь от той бибибизары, из которой я вязала ранее. Более того, я заметила, что даже на ярлычке есть дополнительная надпись к названию. Что это не просто пипипизара, а какая-то особенная. При этом покупала я на сайте. Не было никаких указаний, что это какая-то особая коллекция. Я думала, это будет такая же по качеству, как предыдущая, просто другого оттенка. Несколько я расстроена. И мне кажется, что именно из этой ниточки удачно будет смотреться только просто лицевая гладь или только просто изнаночная гладь. Она ложится ровненько, аккуратненько. Но как только я пытаюсь сделать какой-либо узор, пусть самый простой, самую простую косичку, или вот эти диагональные полосы, получается какое-то безобразие. Поэтому буду вязать просто гладью. Еще не уверена, как дальше у меня будет модель. Буду импровизировать. И, возможно, декоративные составляющие будут добиваться не за счет узора, а применения дополнительных материалов, аксессуаров. Ну ладно, обо всем по порядку. Сейчас я вам продемонстрирую, как я буду вязать далее. Ничего необычного я не делаю. При реглане сверху я всегда вяжу таким образом. Поэтому, если вы следите за моими видео, вы уже знаете, как я это делаю. Петли реглана у меня отойдут наперед. Вот так вот. Сейчас все петли рукава я перенесу на контрастную нить. В том числе у меня здесь накид. Я его тоже аккуратненько снимаю. Вот я сняла все петли на нить, в том числе накид. Теперь мне надо соединить перед и спинку. Я набираю на эту спицу 4 петли. В этот раз 4 по-разному бывает. Ну, в среднем именно 4 петли. В зависимости, конечно, от толщины ниточки. 1, 2, 3, 4. Способ набора петель не имеет особого значения. Я набираю так неудобно. После чего я просто продолжаю дальше вязать. Берем маркер. И дальше буду вязать по кругу. К рукавам вернусь позднее. Буду вязать. Периодически примерять. Смотреть какие-то варианты в интернете аналогов. И уже по ходу буду придумывать дальше эту модель. Пока я склоняюсь просто к лицевой глади. Но, возможно, что-то мне придет в голову. Возможно, снизу какие-нибудь вырезы сделаю интересные. И снова привет. Как вы видите, я достаточно много успела провязать с прошлого раза, как мы с вами виделись. Я связала рукав. И достаточно прилично практически все тело. Когда я вывязывала рукав, у меня в голове возникла идея сделать те 4 петли дополнительные, которые я набираю изнаночными. И, собственно, так полностью и провязать эти изнаночные петли. И от них сделать такой вырез, разрез. И вдоль всего рукава тоже их провязать. И видите, убавки я делала с обеих сторон вот этих изнаночных петель. Вот у меня убавки. Убавки в каждом девятом ряду. Я сейчас буду вывязывать второй рукав. И покажу, собственно, вот эту связку, это место, как я его вязала. Провязала я рукав. Потом у меня... Мне как-то хотелось... Поскольку я здесь делаю вырез. Здесь у меня получается такой разрез. И закончу я просто резинкой один на один. Подумываю заднюю часть делать несколько длиннее, чем переднюю. Примерно вот так. Но еще сомневаюсь, может быть, они будут у меня и одинаковые. Ну так вот, на рукаве я тоже хотела подчеркнуть как-то вот эту полосу. И точно так же закрыла петли, оставила краешки. В голове это все смотрелось интересно и симпатично. Но как это вышло на практике, мне не нравится. Более того, когда рукав надеваешь, получается совсем как-то некрасиво. Все это расползается. Поэтому я пока оставила в покое этот момент. Вряд ли я оставлю так же. Скорее всего, довяжу до конца, сравняю. Мне кажется, будет уже достаточно, что здесь идет резинка один на один. А здесь до самого конца эти 4 изнаночные петли. Потому что вот это дело смотрится красиво только в теории. На практике ерунда какая-то получилась. Получается, что изделие простенькое. Просто лицевая гладь. Но вот эта маленькая элегантная деталь с изнаночными петлями меня очень радует. И на мой взгляд, очень украшает. Ну а сейчас я покажу вам, как я делаю рукав. Хотя это достаточно классический прием в вязании. Легла на сверху. И все изделия я делаю примерно таким образом. Если вы уже видели, мои мастер-классы или видео на эту тему, то вас я ничем не удивлю. В чем заключается весь способ? Это то, что все петли рукава я сейчас наберу на спицы. Я буду обязательно 5 спицах. И здесь я наберу по прямой вот так вот ровненько 8 петель. Как я уже говорила, набирать петли нужно именно ровно, в одном ряду. Пусть вас не пугает то, что здесь остается такое большое расстояние. Это все подтянется. И возможно вы видите, что я даже не с самого края отступив один ряд их собираю. Это дает еще больший эффект плотности и не позволяет создаваться дырочкам маленьким. Ну а сейчас я просто подставлю нить и буду вязать, провязывая вот эти 4 петли посередине изнаночными, все остальное лицевыми. И вот эти петельки, от них я избавлюсь. Их я буду сокращать в каждом втором ряду. Я провязала 3 ряд. И сейчас в конце 4 льда сделаю еще одну убавку. Еще раз показать вам, как это делается. Вот они, эти 2 лицевые петли. Первую я снимаю, вторую провязываю и надеваю первую на вторую. Дальше у меня идет 4 изнаночных. И эти 2 лицевые я провязываю вместе. Все, теперь уже я буду делать убавки в каждом девятом ряду. Вот эти 2 боковые петельки, 2 лицевые, которые мы набирали, съели с каждой стороны. И в руках у меня присоединились только 4 изнаночных. И видите, вот эта вот полосочка, она так соединяется ровненько. И получается ровненький изнаночный ляду. Довяжу я полностью рукав. Сделаю его уже не такой вот странной формы, а обычный рукав. Может быть что-то поэкспериментирую, но вряд ли. Если получится успешно, то и этот рукав уже перевяжу так же, как этот. И будем заканчивать низ. Еще я подумываю над декорированием, поскольку модель получается очень простая. Но еще не решила, как именно можно отдекорировать эту вещь деликатно, чтобы не испортить, чтобы не получить безвкусицу. Но в то же время я люблю рисковать. Если я пришью что-то лишнее, всегда можно будет отпороть. А попробовать следует, на мой взгляд. Ну и увидимся с вами на следующем этапе. Джемпер готов. Он получился немного удлиненный. Сначала я связала спинку несколько длиннее, чем перед. Но мне не понравилось, как это смотрится. Потому что, когда вот эта часть стала достаточно длинной, она сборила вот здесь вот на резинке. Была какая-то длинная, вытянутая. Я примерила на себе, сняла вам, чтобы вы видели. В общем, в итоге я решила немножко распустить и сделать их одинаковыми. Так мне нравится намного больше. Мне очень нравится, каким он вышел. Такая ровненькая, аккуратненькая лицевая гладь. Несмотря на то, что ни в какой рисунок красиво это пряжа у меня так и не ложилось. А мне хотелось сделать в этом джемпере диагонали. Но тем не менее, в лицевой глади все получилось прекрасно. Вот этот мой элемент получился хорошо, который я планировала сделать. Это по боковому шву, точнее, это бесшовное изделие. Ну, условно говоря, по боковому шву. Такие четыре изнаночные петли. Такая мелочь. И на самом деле этого элемента, по сути, и не видно уже, когда изделие находится на теле. Но мне настолько нравится. Во-первых, мне нравится, что получилось сделать этот переход в пройме рукава аккуратно. Когда рукав уже надет, это тоже смотрится здорово. Я люблю такие детали. Видите, в итоге рукав я перевязала. И сделала вот так. Чтобы все-таки до конца доходила эта полоса. Но не делала окончания раньше, чем резинку, довела ее до конца. Как я вязала рукав? Здесь, казалось бы, ничего особенного, но тем не менее, была маленькая хитрость. То есть, я вязала резинку один на один. Здесь вязала просто четыре изнаночные петли. Но возникал такой момент, когда я уже стала закрывать петли. Как же вязать в этом месте? Ведь я вязала эластичный край. То есть, два последних ряда у меня было полой резинкой. Здесь я пробовала так сделать. Получается некрасиво. Поэтому, первый ряд полой резинки я провязала. После чего сделала четыре изнаночные петли. Второй ряд я провязала полой резинки. Закрыла вот эти четыре петли. И после чего уже иглой, этой же ниткой, закрывала край. Надеюсь, понятно объяснила. Так у меня получилось, что до конца доходят изнаночные петли здесь. А здесь резинка один на один. То есть, здесь край не эластичный в этих петлях. А дальше эластичный. Мне очень нравится, как я уже говорила, что получилось. Но в итоге, когда я примерила, сфотографировалась в этом джемпинге, я обратила внимание, что смотрится он крайне простовато. Хотя он получился аккуратным. Но вот эти детали, хотя они миленькие, интересные, но их практически не видно. А мне в этом сезоне прям хочется какого-то эпатажа, яркости. Поэтому я захотела украсить этот джемпер. И еще не до конца уверена, как я это сделаю. Мне очень нравится, я об этом писала в своем инстаграм, гортензии, как у Дольче и Габана. Конечно, не такие же, но нечто подобное меня вдохновляет сделать какие-то голубовато-синеватые цветы в этом месте. Вышивкой или лентами. Хотя вот мне хочется чего-то объемного. И знаете, я в этот раз даже не боюсь переборщить. Хочется экспериментов, хочется чего-то пышного, объемного. Но правда, я боюсь делать слишком объемно, потому что мне не хотелось бы нагружать свой верх. Но вот я думаю об этом. Если у вас есть какие-то примеры или на какие-то коллекции, вы советуете обратить внимание. И вообще, с чем бы делать цветы. Я вот думала делать просто лентой, складывая ее. Или даже заказать, возможно, цветочки. Ну то есть, я знаю, для рукоделия бывают уже такие цветочные формы. Я с этим не сталкивалась, не знаю, где вообще рукодельницы их берут. Если вы знаете, то подскажите мне. В обычных магазинах у нас для шитья я такие не видела. Хотя, возможно, просто не обращала внимания. Вот такой у меня получился джемпер. С чем его носить? Да он достаточно базовый. Мне кажется, носить его можно хоть с чем. Как с юбками, так и с брюками. А вот после того, как появится декор, если все-таки он появится здесь, то, скорее всего, уже комбинировать будет сложнее. Мне очень нравится, как такие джемперы, особенно, когда они с разведами смотрятся с рубашками. Особенно, если рубашка достаточно объемная, мужского типа. У меня на данный момент особенно объемных рубашек нет. Но даже те рубашки, которые есть, я с ними примеряла этот джемпер, смотрятся вполне неплохо. Это было все на сегодня, о чем смогла, рассказала. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их. На что смогу, на то отвечу с удовольствием. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok